что такое антитела вот чтобы было общее представление у всех антитела этот иммунные клетки которые вырабатываются организмом иммунной системы организма в ответ на поступление антигена антигеном может выступать любое соединение химическое соединение бактериальное соединение микробы вирусные соединения вирусы значит это будут антиген то есть это раздражитель иммунной системы в ответ на этот раздражитель иммунная система вырабатывает и специальные иммунные клетки которые называются антитела их несколько видов они есть ему называются они еще иначе иммуноглобулины причем пациент иногда приходит они читают поскольку пишутся они на латинском языке не на английском языке а на латинском иммуноглобулины две как бы английских буквы или латинских буквы это буква ай заглавная и буква джи значит но пациенты их читают по-английски айджи и в результате некоторые работники даже центров они не справляются с таким объемом информации не могут понять что такое айджи айджи и м еще гайджи им хайджи и гч и так далее по-разному это читают но на самом деле это и g это иммуноглобулины поэтому проще их называть либо ему на гублинами чтобы было всем понятно либо антителами их существует несколько видов это м это джи который сейчас наиболее так сказать котируем на которых на которой наиболее часто идет заявка есть еще иммуноглобулины А и есть еще общие иммуноглобулины Е. Обозначаются они, как правило, в анализах латинскими буквами. Там либо IgM пишется, либо IgG. Как их правильно расшифровывать? Если мы получаем этот результат, видим, что есть какие-то цифры у М показателя, у G показателя. Расскажите. Давайте с конца начнем. То есть иммуноглобулины Е – это аллергические иммуноглобулины, поэтому к коронавирусу они не имеют никакого отношения, их берут плин на речи аллергии у пациента, поэтому здесь они не исследуются. Иммуноглобулины А – это иммуноглобулины слизистых, тоже не исследуются. Таким образом, если мы говорим о коронавирусной инфекции, то мы исследуем М и G, других не исследуем. Иммуноглобулины G – это так называемая иммунологическая память, это как раз именно та память, которую должен заполнить иммунитет при контакте с коронавирусом. Держаться он может достаточно долго, но, опять же, и достаточно коротко, может вообще не выработаться, в принципе, даже при контакте с аллергеном, то есть с коронавирусом. Если мы говорим об иммуноглобулинах М, то они могут быть либо положительные, либо отрицательные. Если они отрицательные, человек, даже если болел и четко помнит, что он болел, значит, он просто болел давно достаточно. Иммуноглобулины М, если они положительные, то он буквально недавно переболел. Поэтому, но и самое главное, получается, остаются у нас одни единственные иммуноглобулины, на которые мы как бы сейчас и опираемся в плане показаний к вакцинации. То есть вакцинироваться, не вакцинироваться, защищен человек от коронавируса как бы собственным иммунитетом, не защищен собственным иммунитетом. То есть как бы вот этот вопрос встает, и тогда вот это по цифрам. То есть существует две тестовых системы, они используются у нас только две везде, во всех лабораториях абсолютно других не бывает. Значит, если по этим тестовым системам меньше 12 иммуноглобулины G, то это иммунитет отрицательный. То есть иммуноглобулинов нет, антител к коронавирусу нет. Если они больше 12, то антитела есть. Уточню у вас, вот G и M, остановимся на этом. То есть G это так называемая длительная память о контакте с вирусом, M, короткая память. Если есть G меньше 12, то на это вообще не стоит обращать внимания. То есть, по сути говоря, уже антител нет. Да, то есть защиты нет, иммунитет уже все. Он уже забыл ту информацию, которую ему дал коронавирус, который когда-то зашел в организм. Тогда первоочередной получается показатель M, да? IGM, да? Мы должны на него смотреть. Или же все-таки я не права? Мы тогда должны посмотреть иммуноглобулины M. То есть, опять же, почему низкие антитела G, например, то есть память, она же может быть короткая, то есть еще не выработались антитела на внедрение коронавируса. Тогда мы должны обязательно посмотреть иммуноглобулины M. Если они вдруг будут положительными, то получается, что человек только что переболел. Поэтому нужно дождаться выработки антител G, еще разочек их проверить, примерно через 3 недели, через месяц, через 42 дня максимум. То есть, так или иначе, нужно смотреть в связке два этих показателя, да? Желательно, да. И если, допустим, G меньше 12, то это еще не значит, что иммунитета нет. Иммунитета нет. А вот если M отрицательное и G меньше 12, то есть тоже отрицательное, то тогда получается, что все. Информации о коронавирусе, у иммунитета данного человека нет. Он его забыл. Всю эту информацию, то есть она у него нивелировалась. А как можно, при каких показателях можно сказать, что вот у вас на сегодняшний день сформирован мощный иммунитет коронавируса? Ну, а он разнится. То есть это поствакцинальный иммунитет, либо это послеболезненный иммунитет. Если человек переболел коронавирусом, то средние статистические показатели примерно колеблятся, ну, могут колебаться от 20, где-то до 70, до 80. То есть вот примерно так. А если это поствакцинальный иммунитет, то там, конечно, титры антителы иногда очень хорошие. То есть и 100, и 200, и 300, и даже вот пациенты были по 500. То есть это очень хороший ответ иммунный на вакцину именно. То есть защита будет очень мощная. Это как раз будет показатель G. G. Мы говорим о G. Обычные, как бы, скажем так, постконтактные антитела, они не такие высокие. То есть они могут быть и от 15 до 70. Вчера сдавал пациент 71. Да, хороший иммунитет, вопросов нет. Сколько они будут держаться, это тоже просчитать невозможно. Закономерный вопрос сразу у пациентов, как долго они могут держаться. Просчитать это практически невозможно. Он может практически сразу рухнуть, а может и очень долго держаться. То есть можно повторить через месяц анализ и посмотреть динамики. Если будет также, например, 70-71, замечательно. А если он снизится очень резко, то тогда, значит, он будет теряться достаточно быстро. То есть вот те гипотезы о том, что иммунитет после перенесенного заболевания или после прививки держится 3-4, кто-то говорит, 6 месяцев, этому тоже 100% доверять не стоит. Какой будет иммунитет на коронавирусную инфекцию, еще никто сказать не может. У нас есть просто ситуация, когда мы понимаем, что он может снижаться и у человека нет защиты. И при этом он может не снижаться, но тоже не отработать как положено. Поэтому встает вопрос о вакцинации как защите, самой мощной защите. И вы рекомендуете проверять, если что, антитела, если прежде они были, уже через месяц? Ну, считается, что, например, вот если мы говорим о прививках, то все исследователи и все производители вакцины, все, соответственно, доктора в этой сфере, они все рекомендуют делать на 42-й день от первой вакцины, от первой вакцинации на 42-й день. Там максимальное количество антител, и там мы начинаем понимать, сработал ли иммунитет на введение вакцины или нет. Значит, речь идет о 42-х днях, соответственно. А если человек переболел, вот как ему быть? Лучше тоже, да. То есть, как бы вот месяц-полтора, и лучше проконтролировать, и тогда можно будет понять, то есть, какая у него тенденция умунитета, теряет он быстро антитела или не теряет. Как вы считаете, у какого процента населения края на сегодняшний день могут быть сформированы антитела? Сказать очень сложно. На самом деле, статистики такой как таковой нет, почему мы и правительство наше, и все ведущие исследователи, и разработчики вакцин, и Росздравнадзор, и Минздрав, они все говорят о том, что необходимо формирование 60-90% у населения, у такого количества населения, наличия антител к коронавирусу. Поэтому, как бы, скорее всего, это вот идет о такой цифре, но вряд ли она у нас сейчас такая наработалась. Спрогнозировать тут очень сложно. Это очень сложно, потому что статистики как таковой нет. Статистика ведется о проценте вакцинации, а как бы получается, что у населения-то, скорее всего, ее не так много, потому что раз идет речь о том, что нам нужно вакцинировать больше, 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 чтобы добиться в популяции большого процента людей с наличием антител. Большой поток пациентов сейчас дают анализы? Да, очень большой. К сожалению, многие надеются только на всероссийские федеральные структуры, которые забирают антитела. Хотя у нас в крае есть очень много наших местных лабораторий, которые работают очень хорошо и делают очень качественно, качественными тестовыми системами, указаны сроки годности этих тест-систем, они проходят обязательную проверку и так далее, и так далее. Очень много центров наших местных, которые делают антитела, ДНК-центры и так далее. Поэтому очереди идут в большие центры, там, где задержка идет по анализам, люди очень сильно нервничают. Но это не зависит от качества анализа задержки, это зависит именно просто от наплыва. Поэтому лучше, если вы хотите сдать и получить в срок этот анализ, рассмотреть какие-то другие варианты сдачи. Можно ли стопроцентно доверять результатам лабораторных исследований? Ну, как вы понимаете, лабораторные исследования не могут быть стопроцентно достоверны. Есть очень некоторые факторы, которые могут вот эту стопроцентность немножко снизить. Не сильно, но чуть-чуть. Вот мы, например, если с вами говорим о ПЦР-диагностике, у нее диагностическая ценность 95-96%. Какой человек скажет, что он отнесется к 95% или к оставшимся 5%, где как раз не берет ПЦР-исследование? То есть мы можем получить отрицательный ПЦР-тест, но при этом уже коронавирус зашел в организм. Почему? Потому что это так же, как и при любой инфекции. Зашел и ушел дальше вглубь, а мы берем это из носа, из горла и так далее. То есть, а он уже вглубь ушел. Поэтому достоверность – это очень такое понятие. Да, они очень качественные, у них очень хороший показатель, но риски есть, безусловно. Это как раз, наверное, касается и туристов, которым еще предстоит отдых. И в связи с вводимыми ограничениями в России, они сейчас не знают, в какой из регионов, в какое место поехать отдыхать. Кто-то думает сдать ПЦР-тест, кто-то думает все-таки привиться. Все-таки вы бы советовали тут перестраховаться и прививаться. Идет проникновение вируса, и вирус уже зашел в организм, ПЦР-тест может быть отрицательный. У него, да, достоверность 95-96%, 4 еще там процента осталось. Поэтому человек может сдать его, получить его отрицательным и улететь. Перелет – провоцирующий момент, нахождение на солнце будет провоцирующим моментом. Это отдых, прием алкоголя не исключен. Это тоже нагрузка во время отдыха. Люди хотят посмотреть, люди не досыпают. Это тоже стресс достаточно большой. И так далее. Обратный перелет. И в результате человек приезжает и заболевает. При том, что у него тест был отрицательный. Вопрос, он заразился или он уже уехал туда больной. Поэтому лучше, конечно, подстраховаться прививкой. Тем более, что путевки покупаются заранее, бронируются они заранее. Дата вылета известна заранее. Поэтому 42 дня вычесть и привиться, я думаю, это будет самое грамотное решение.